Вот у нас со дня основания реклёков. Кто здесь? В шляпе, что ли? Да, да, в шляпе. Вот с 83-го года комбайнёр. А где брат его? В крестьянско-фермерском хозяйстве Петра Молева работают поколениями. Дело поставлено с размахом. В автопарке семь камазов, пять молоковозов. Есть и тракторы, и комбайны. Только крупного рогатого скота – 670 голов. А начинал своё дело фермер Пётр Молев с одной мельницы. Купил её в Пензе в начале 2000-х. Привёз родное село Могаёнок. Сначала перемалывал привозное зерно, теперь сеет своё. На полях площадью 4000 гектаров. В планах расширять и молочное производство. Для этого нужна техника. Новая, иностранная, дорогостоящая. В 2011 году, ещё до эпохи импортозамещения, фермер представил инвестпроект. Областное правительство выделило грант – 12 миллионов 300 тысяч рублей. Часть этих денег пошла на приобретение племенного скота. А остальное было вложено в технику. Благодаря тому, что инвестпроект будет, как бы нам оборудование будет по половине цене. Благодаря этому мы как бы не испугались и пошли на инвестпроект. Я защитил его в области, но я там не знаю, чьи деньги будут. Если областные, то дай бог областные. Если федеральные деньги, я не знаю. Но без инвестпроектов для нас очень сложно, тяжело развиваться. Всего в Аларском районе региональную поддержку получили три фермерских хозяйства. В масштабах же региона правительство области выделит гранты по 117 инвестпроектам. В ближайшее время будет определён объём финансирования, выделенного на областную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков. Галина Тёрнева, Анастасия Цыганкова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.